добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 26 декабря четверг представляю вашему вниманию очередной обзор рынка от компании инстафорекс напоминаю что вчера у нас было католическое рождество я поздравляю всех католиков с этим светлым праздником сегодня день подарков вот но рынки уже открыты и напоминаю и напоминаю изменения торговых сессий в рождественские новогодние праздники от компании инстафорекс что сегодня у нас рынки работают по обычному расписанию кроме там фьючерсов а график что откроется чуть позже далее в принципе все у нас как обычно но 31 закрывается раньше обычного 1 января торговля закрыта и со 2 января все потихонечку уже начинает работать но с позднего открытия то есть на 2 января уже будут открыты рынки скорее всего гэпами как обычно но вы это должны понимать и знать если торгуете с инстафорекс так что касается рынка до сегодня у нас практически нет новостей вечером легкие новости по американскому доллару никто уже не будет в последние вот эти дни тем более в день подарков до занимать какие-то серьезные позиции я имею ввиду если вы оперируете понятием банковского форекса да потому что мы рынок форекс то межбанковский рынок вы должны это понимать и сейчас банки не будут какие-то серьезные позиции занимать может быть даже будет замыкать их на празднике чтобы обезопасить свои позиции поэтому просто представьте себя что вы управляющий в банке либо допустим занимаете позицию там руководителя отдела трейдинга какие ваши действия будут и рекомендации трейдеров для работы вот в это время сейчас когда уже везде идут новогодние корпоративы вот когда многие сотрудники раньше уходят в отпуска чтобы отметить новый год где-нибудь в теплых краях вот и на самом деле торговля в это время носит такой эпизодический характер в принципе в принципе в это время я уже показывал на графике прошлых лет как как осуществляется допустим новый год в паре евро доллар до бывают какие-то сильные движения но они как правило потом необъяснимы да то есть единственное объяснение которое дают брокерские компании в том числе это и следствие как как они пониженной ну пониженного количества игроков если кто-то совершает какие-то крупные операции рынок очень резко реагирует но объяснить это все и ну скажем так поучаствовать в этом движении практически невозможно вот из-за ну грубо говоря малого количества ордеров в рынке любое допустим какое-то среднее количество которое может выстрелить средстве допустим закрытия какой-то крупные позиции банком это может привести каким-то сильным движением вы должны это понимать но ни в коем случае не стоит эти движения волатильные расценивать как истинную инициативу и работать в сторону этих движений потому что никто в это время тенденции не на рынке не создает и я в своих видео уже говорил кстати если вы не видели мы можете посмотреть на youtube канале инстафорекс да вот значки с моим участием прогнозы я об этом регулярно говорю кстати подпишитесь будете получать ежедневные видео обзора так ну а мы возвращаемся графику что еще раз до последний момент из-за низкой ликвидности могут быть сильные движения вы должны это понимать второй момент под новый год постоянно всех выносит по стопам совершается кита ралли там всех пугают и так далее я думаю не будет новый год исключением да в самом торгуемом инструменте на рынке форекс сейчас складывается очень интересная такая ловушка для покупателей все кто сейчас купили евро доллар они будут стопиться за минимумы последних трех дней это очень удобно и на стоп лоссы да давайте озвучим котировку это будет котировка в районе один там 10 640 да может и можно начертить там либо поставить на нет уровень вот котировка то есть если вы сейчас будете покупателям этого инструмента а многие очень любят работать против тенденции и это нормально на самом деле то вы будете вынуждены поставить сюда где-то 20 30 пунктов и 100 по четвертому знаку соответственно с большой вероятностью в ближайшие дни вас выбьет до либо это будет какие-то гэп и связанные с там с выходными либо ранние либо там позднее открытие закрытие сессии но я считаю что этой котировки ближайшее время не будет можно принципе на этом сыграть посмотреть как закроется сегодняшний день он кстати обновил последние два дня по хаям это можно будет как бы отработать как ложный захват двух баров но полоям три дня уже никто не трогает соответственно здесь накапливается деньги я считаю что с большой вероятностью это будет пробита другой вопрос что небольшой потенциал вот но это смотря какие риски да если вы работаете допустим скальпируете внутри дня с целями дневных экстремумов то это может быть рентабельно но я считаю что все что выше один к одному и один к одному в том числе с вероятностью больше 50 процентов это все прекрасно работает в рынке если вы не жадничаете и не усредняетесь так это что касается евро доллар золото как я рекомендовал нельзя продавать его из моих статьях вы кстати это можете тоже найти это аналитика под номером 246 от андрея шевченко можете посмотреть рекомендации по золоту и последние крайне вернее не продавайте золото перед вот этим пробоем я собственно не рекомендовал его продавать потому что понимал что будет пробой двух ближайших экстремумов но купить не присталось возможности потому что никогда было поставить стоп что касается золото золото растет но и естественно логично предположить что если золото растет то она будет расти и дальше и так делают все аналитики вот но те кто следит за моими публикациями не знаю что я регулярно даю так называемые площадки где на мой взгляд скапливаются стопы среднесрочников на этом рынке и дело в том что по октябрю месяцу есть очень сильная площадка вот мы за не пытались охотиться она сразу не пошла вот но вот котировочка в районе 1518 1519 долларов за тройскую унцию это хорошая цель по золоту просто так сейчас золото покупать естественно очень дорого потому что вы будете стопиться непонятно куда вот поэтому план какое если в ближайшее время золотишко откатит то на откате стоит поискать сигнальные бары на дневках на обновление площадки октября по хаям мечта что-то хорошая площадка из отката у нас будет довольно довольно внушительный потенциал ну хотя в этом 300 пунктов по четвертому знаку соответственно это уже будет рентабельно с этим можно работать так что касается британского фунта ну я рисовал план что принципе можно с ним поработать на откат вот откат пока не произошел план сохраняется будем как говорится будем посмотреть даст ли он откат в эту зону под круглый уровень 1 и 3 чтобы потом прокатиться до там 28 я считаю там 200 пунктов этого это уже было бы интересно так доллар иена доллар иена сегодня открылась у нас гэпом по-моему единственный инструмент который дал такой импульс наверх ну здесь как бы гэпа нет брокер который открывается чуть позже у них здесь гэп ну иена давит на хая ноября месяца я думаю что пробой этих а его будет я не рекомендую покупать но в принципе один где-то к одному к полутора сейчас есть потенциал но я все таки за то чтобы после ложного пробоя и уже всего рисовал после ложного пробоя экстремумов ноября месяца посмотреть именно его возврат назад потому что у доллар иены остались очень хорошие долги по лаям это под котировочками там сто восемь пятьдесят пять ну примерно вот эти вот уровни то есть вот здесь вот лежат деньги покупателей вот я жду каких-то интересных событий чтобы за ними сходить то есть я за то что доллар иена упала но не от этих цен которые сейчас есть поэтому оставим этот инструмент пока в покое и посмотрим заброс в 109 50 109 800 ну может до 110 дойдет то есть эта зона зона пробоя для меня будет интересно для продаж не потому что я там так хочу а потому что из этих зон в цели которые которые я считаю рабочими вот отсюда досюда будет очень хороший потенциал давайте посчитаем на это порядка 160 170 пунктов по четвертому знаку если удастся зацепиться со стопами там хотя бы 50 пунктов то это фактически один к трем то есть вы 300 долларов поставили 1000 долларов забрали я считаю что это нормально так что дальше доллар канадец потихонечку идет к нашим целям в район 1 и 3 я считаю это очень хорошие цели на падение доллара против канадца австралиец против канадца как я и рекомендовал покупать его я думаю уже позицию вас плюсе я жду пробоя уровня 1 0 91 400 и возможно выше то есть это уровень сентября месяца по хаям напоминаю инструмент очень дешево стоит и вы вынос после хорошего шортового тренда он произойдет на мой взгляд должен произойти достаточно волатильно и бурно потому что здесь полетят стопы продавцов вот и там роботы сеточники будет перестраиваться уже в другую сторону потому что инструмент именно для для используют используют на сеточных стратегиях что касается австралийцы новозеландцы всего план в силе потихонечку набираем его в ланге сеткой лимитных покупок вот сейчас он пока застрял ну нормально в это время ждем ждем набора сетки лимитных покупок так ну и новая торговая идея ну относительно новая еще раз поясню это натуральный газ этот этот инструмент прислали мне трейдеры которые которые давно за ним следят натуральный газ цена на него падает но это понятно потому что на компании можно даже сказать на уровне государства начинают демпинговать цены вот чтобы ну чтобы скажем так покупали у них я думаю вы в курсе ситуации и с северными потоками и так далее то есть идет борьба за рынок и компании снижают цены но ресурс на самом деле ну он просто недооценен на мой взгляд вот и скажем так на весь двадцатый год я считаю очень хорошей идеей набирать газ в ланге вот у него у него на самом деле очень серьезный потенциал допустим в тех же там в шестом седьмом году ну даже в тринадцатом даже в восемнадцатом году этот инструмент вполне может стоить там хотя бы пять долларов хотя бы пять сейчас он стоит два сколько там два двести минимум был зафиксирован в шестнадцатом году по котировочке давайте озвучим полторашечка полторашечка сейчас мы торгуемся один два и два я считаю что если нефть если газ продавит меньше двух долларов то можно поставить сеточку лимитных покупок чтобы его набрать в ланге идея на самом деле очень такая долгосрочная вот вы это можете сделать на уровне прям инвестиции вот но при этом просчитать риски вот я считаю что даже если газу цена на газ будет падать то она не будет падать критично потому что он сейчас уже практически сам ничего не стоит хотя этот ресурс очень важен для для всего мира вот купить так дешево можно вот я считаю что это может быть такой серьезная инвестиционная идея в рамках и пам счетов там к тому же вот но это лучше сделать на счетах без свопов да потому что возможно придется удержать позицию на несколько месяцев а может даже на год при этом свопы вам будет мешать вот если вы посмотрите даже положительные свопы они очень небольшие кстати вместо форекс но они есть вот но в принципе мы можно и на таких малых свопах также удержаться либо специально открыть счет для газа для этой идеи вот и покупать ее на падении с целями там хотя бы до 5 долларов вот но бывали выстрелы как вы видите очень очень сумасшедшие то есть этот инструмент на самом деле обладает невероятным потенциалом вот следите за ним и подумайте как можно набрать позицию и сделать это наиболее дешево в том числе и на без своповых счетах кстати насчет без своповых счетов я узнавал недавно не все но многие компании предлагают так называемые без своповые либо там исламские счета либо мусульманские счета вот но на самом деле там есть очень много тонкостей вот недавно общался там в одной компании что вроде как бы без своповые счета есть но вместо свопа начисляется к это комиссия за обслуживание там сделок на этом счете по этому инструменту на самом деле это просто подмена понятий вот но у именно у инста форекс если вы открываете счет ставите галочку без свопов и счета вы не платите ни комиссию не своп понимаете то есть это я считаю что это такой честный без своп вот и это здорово на самом деле надо этим пользоваться пока это есть пока это работает так ну и что у нас boeing боинг потихонечку летит вниз сегодня да у нас цели на продажу новости по нему периодически публикую в том числе и печатные аналитики вы можете это посмотреть вот эта статейка можете ее проверить сверить часы скажем так если вы держите позиции по этому инструменту так ну в принципе на этом все всем хорошей торговли контролируйте риски уменьшаете объемы торгов в праздничное время и охотитесь за стопами вместе с нами в рамках нашего торгового метода всем спасибо и пока